Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Сегодня в программе. Отбор граждан на военную службу по контракту, помощь участникам СВО. Эти и другие вопросы обсудили глава республики с военным комиссаром. Рабочая поездка главы республики в Хабейский район. Какое предприятие посетил Рашид Тимрезов? О каких нуждах жителей муниципалитета узнал? Паспорта гражданина России. Высокие государственные программы получили отличившиеся жители Карачева-Черкесии из рук Рашида Тимрезова в День России. Украсили автомобили флагами России. Карачева-Черкесия и партии Единая Россия. И проехали от Черкеска до Прикубанского района в День России. Прошел автопробег. Сегодня глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с военным комиссаром республики Сергеем Белобородовым. Он проинформировал о ходе работы военкоматов по отбору граждан на военную службу по контракту из числа жителей Карачева-Черкесии, прибывающих в запасе. Также обсудили комплекс вопросов организации помощи военнослужащим. При непосредственном участии Республиканского военкомата налажено взаимодействие Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим с командирами воинских частей и подразделений, где проходят службу жители Карачева-Черкесии, участники СВО. Рашид Тимрезов считает эту работу одной из приоритетных. Личный контакт членов правительства, глав, городов и районов с нашими земляками и их командирами на месте проведения СВО помогает сделать поддержку еще более оперативной, адресной и эффективной, отметил глава республики. Сегодня глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов побывал в Хабесском районе. В ходе рабочей поездки он ознакомился с производством фирмы «Дадым» в ауле «Малый Зеленчук». Затем в Хабесе состоялся прием граждан. Обо всем по порядку. Альбина Ламкова. Продукция кондитерских изделий – одна из самых популярных и любимых. Конкуренция в этой сфере большая, поэтому главное в этом направлении – качество. Каждый производитель хочет создать лучший продукт. К этому стремится и фирма «Дадым». Впечатляют масштабы и безусловная чистота предприятия. В производстве используют современный комплекс по переработке сельскохозяйственной продукции и изготовлению кондитерских изделий. Благодаря приобретенному и смонтированному оборудованию запущены линии по производству муки высшего сорта, а также сахарного печенья производительностью одной тонны в час. На новые объемы выходит цех по производству хлебобулочных изделий. Есть своя лаборатория качества. Созданы хорошие условия для сотрудников, в том числе собственная столовая. В планах руководства компании на ближайший год увеличить объем производства. Сейчас на предприятии трудятся до 45 человек. Производят печенье и для школьников, соблюдая необходимые требования к детскому питанию. Потом в администрации аула Хабес глава региона Рашид Тимреза встретился с жителями района. На прием со своими проблемами обратились несколько человек по вопросам здравоохранения. Большинство из них социального характера. Касались и жилищно-коммунальной сферы. Была просьба в организации собственного дела. Чтобы в этом году мы уже решили. А что конкретно делать? Хочу металлотеку. У тебя там пробовали? Я думаю, да. По всем поступившим обращениям граждан даны необходимые разъяснения. Часть вопросов удалось разрешить в ходе приема населения. Остальные взяты под личный контроль Рашида Тимрезова. Были не только просьбы. Звучали слова благодарности от жителей аула Зиюка. И много лет уже слежу за вами и за вашей работой. И знаю, что вы очень много сделали. И до сих пор делаете. Поэтому огромное вам спасибо. После состоялась двухсторонняя встреча между главой республики Рашидом Тимрезовым и главой Хабесского района Тимуром Жужуевым. На ней были рассмотрены вопросы социально-экономического развития муниципалитета. Альбин Ламкова, Либастана, Вести Карачаева-Черкесия, Хабеский район. В Карачаево-Черкесии накануне отметили День России. В торжествах принял участие глава республики Рашид Тимрезов. Праздник прошел, можно сказать, на одном дыхании с большим количеством мероприятий. От вручения паспортов гражданина страны, юным жителям республики, до культурно-развлекательных и спортивных выступлений. На некоторых площадках, где отметили День России, побывал наш корреспондент Артур Мхце. Это место в Черкесии знает подавляющее большинство жителей нашей республики. Каждый, кто помнит и ценит героические и трагические страницы своей родины. 12 июня, в День государственного суверенитета, в Парке Победы, паспорт гражданина России должны были получить около двух десятков молодых людей из разных населённых пунктов Карачаево-Черкесии. Для каждого человека момент получения паспорта является торжественным и запоминающимся. И это тем более волнительно в такой праздничный день, как День России. Этот документ символизирует и вашу гражданскую принадлежность, и вашу готовность войти в возрослую жизнь. От вашего поколения зависит будущее нашей страны. И вот этот момент наступил. Первый паспорт гражданина России получила воспитанница школы в Верхней Тиберде Амалия Аджиева, чуть позже поздравившая жителей республики с государственным праздником. Я очень горда тем, что в такой день, День России, я получила свой первый серьёзный документ. Всех поздравляю с Днём России и желаю дальнейшего процветания нашей стране. Затем представители руководства республики и юные обладатели основного документа почтили память участников Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориальным комплексам на Аллее Славы. А чуть позже в городском Дворце культуры чествовали тех, кто на протяжении многих лет вносит посильный вклад в развитие Карачао-Черкесии в различных областях и служит примером для подрастающего поколения. Сегодня Россия – это великая страна, которая объединила миллионы людей разных национальностей и вероисповеданий, живущих в мире и согласен. Страна, у которой свой уникальный путь развития, в основе которого заложены принципы базовых человеческих ценностей, гуманизма и созидания. Учёные Юрий Балега, Аскербий Кайчуев, Мухарбита Даршаов – эти люди на протяжении десятилетий отдавали всё своё время для развития профессиональной сферы. Наградой за труд стало получение каждым из них ордена за заслуги перед Карачао-Черкесской республикой. День нашей великой России, многонациональной, дружной, единой, для меня значит очень многое. Это значит жить, это значит творить, это значит учиться, учить детей. Это великий праздник. Для меня эта награда самая дорогая, потому что моя малая родина, Карачао-Черкесия – это самый прекрасный край. Я провёл здесь свои лучшие годы. Я был депутатом парламента с самого начала становления республики и до совсем недавних времён. Знаю, люблю свои народы, которые здесь живут. Я считаю, что это вот то самое прекрасное сердце моё здесь всегда в горах. В этот день также были присвоены почётные звания жителям республики, которые трудятся в образовании, науке, культуре, здравоохранении, экономике в экстренных службах реагирования. А в амфитеатре парка «Зелёный остров» прошёл праздничный концерт, где ценителям музыки были предложены патриотические песни, знакомые многим поколениям жителей нашей страны. В Карачаево-Черкесии прошёл автопробег, посвящённый Дню России. В патриотическом мероприятии, который провела региональная общественная приёмная председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, приняли участие депутаты парламента. Думы Черкеска – представители регионального отделения партии «Молодогвардейцы». Участники автопробега украсили свои автомобили государственными флагами России и Карачаева-Черкесии партийной символикой и ленточками в цвета российского триколора. Колонна машин проехала от стадиона «Нарт» по центральным улицам столицы до мемориала «Вечный огонь» в посёлке Кавказский Прикубанского района, после чего участники вернулись к стартовой точке. День России – это большой праздник для нашей страны, один из крупных, великих праздников. Безусловно, этот день мы должны все его встречать, отмечать, праздновать. Как старшее поколение, так и молодое поколение, которое должно знать, что Россия – это отечество, Россия – это родина, Россия – это огромная страна, в которой мы живём, любим её, и чтобы она процветала. МЧС предупреждает. В течение суток 13, 14, 15 июня местами в Карачево-Черкесии ожидается сильный дождь. В сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 метров в секунду. На реках подъём уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах скот сели и малого объёма. МЧСники рекомендуют по возможности не выходить из дома, быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных нелиней электропередач, водителям воздержаться от поезда к наличным автотранспорте, либо быть предельно внимательными при дорожном движении. А сейчас прогноз погоды на завтра. После мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный с градом и шквалом до 23 метров в секунду. Ветер западный 6-11, температура ночью 12-17, в горах до плюс 11, а днём 21-26, выше нуля и местами до плюс 17. В Черкесии кратковременный дождь и гроза, ветер западный 6-11, температура ночью 14-16, а днём 24-26 градусов тепла. От покупки новой квартиры, ремонта до переезда и страхования от всех рисков. Один сервис для всех квартирных забот. В Черкесии состоялось грандиозное открытие ипотечного сервиса «Самолет плюс». Теперь все услуги можно получить в одном месте и без хлопот. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. На торжественном открытии «Самолет плюс» присутствовали гости, артисты и жители Черкеска. Руководитель Джошарбек Тишельев с гордостью перерезал красную ленточку. Теперь и в нашем регионе есть единый сервис для покупки, продажи, аренды недвижимости по всей России, а также различные дополнительные услуги от помощи в переезде и мобилировке до страховых услуг. С помощью профессионалов в офисах легко и удобно получить услуги, что особенно важно для людей старшего возраста. «Самолет плюс» – это новая прорывная модель риэлторского направления. Одна из самых быстро растущих перспективных сетей на рынке России. Она объединяет все, что связано с недвижимостью в одном месте по принципу многофункционального центра. Центр даст возможность подбирать, сравнивать и получать финансовые услуги в той же мере, что и сами объекты недвижимости. Можно будет сравнить ипотечные программы, выбрать лучшие, получить одобрение, заказать услуги страхования. Таким образом, по ряду позиций «Самолет плюс» даст возможность сделать клиентам максимально выгодные предложения на рынке. «Самолет плюс» – это новая модель риэлторского бизнеса, которая предоставлена группой «Самолет». Она объединяет в себе все виды услуг, связанные с недвижимостью. То есть наш клиент, приходя в офис, получает всю информацию и наши услуги по подбору недвижимости, по продаже. Также можно оформить ипотеку. Мы сотрудничаем более чем с 10 банками, и заявка подается сразу во все банки, что позволяет подобрать самые выгодные условия для клиентов. На первом этапе запуска на «Самолет плюс» можно выбрать квартиру для приобретения в новостройке или на вторичном рынке. Пользователям будут доступны не менее 10 видов услуг. На платформе уже представлено свыше 100 тысяч квартир и других типов недвижимости. Проекты группы «Самолет», региональные новостройки и вторичное жилье. Географию охватывает более чем 90 городов России. Наконец-то в нашем регионе появилось федеральное агентство недвижимости «Самолет плюс». Теперь у жителей нашей республики появилась реальная возможность в одном месте подобрать, оформить и застраховать недвижимость. Специалисты «Самолет плюс» помогут грамотно и вежливо решить все ваши проблемы. Фактически от момента подбора недвижимости до переезда. Вам также окажут помощь с ремонтом, мебелировкой и клинингом. Ипотечный центр «Самолет плюс» ждет вас по адресу. Город Черкес, проспект Ленина, дом 2. А приветливые и компетентные специалисты подскажут все о рынке недвижимости в стране и регионе. Альбина Курочинова, Кенжева, Мухаммед Ошибоков. Вести Карачаева, Черкесия. И о футболе. Завтра на стадионе «Нарт» состоится второй домашний матч. Наша команда принимает гостей из Кабардино-Балкарии в футбольная школа «Нальчик». Поединок состоится в 18.00. Вход бесплатный. Команда ждет поддержки зрителей и болельщиков. В свою очередь, «Нартовцы» обещают продемонстрировать достойную игру. Каждый день у команды проходят усиленные тренировки. Сейчас наша команда на четвертом месте в турнирной таблице. Но впереди много домашних игр. Все на матч. Болеем за «Нарт». Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первую серию фильма «Валюша». Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!